Начинаем мы, пятница у нас, да? Мы, это я, Аркадий Кореев, это Эдвин Пути и Майнерс, который сегодня, благодаря которому мы поменяли, вообще программа «За независимую». «За независимую», да, благодарите. Было КПЛ, сегодня КПР. Вот. Так что вот, но единственное, что еще раз могу, извини, что я все время об этом говорю, но мы работаем с вежливыми людьми, поэтому правило остается неизменным. Вы звоните, вы здороваетесь, вы называетесь. Если вы этого не делаете, значит, лучше его участвовать. Вам, наверное, это все для себя решено. А тема? Во-первых, хочу напомнить телефончик 67241100. 67701797, также есть 3wpik.lv, это гостевая, есть мой мобильный телефон 29540800, тоже для смс-сообщений, а не для звонков. Так что есть все возможности с вами пообщаться. Ну, мы с тобой тут начали с цитат, а не замахнуться ли нам на Вильяма Шекспира. Вот тоже хочется тему такой цитатой из моей любимой настольной книги Ильфа Петрова. У меня есть все основания полагать, что и я сам справлюсь с вашим делом. Вот так начинают люди понемножку решать в Австрии. Сейчас я слышал в новостях, взяли, так сказать, с поличным группу, которая... Анархистов, как их назвали. То есть, что такое анархия, мать порядка? То есть, безвластия, без какой-либо власти сверху людей, которая их ими управляет. Такие группы есть и в Германии. Называется Neue Deutschland. И в Австрии тоже, мол, выдают свои права. И в тот момент, когда выступает это сообщество, мол, вы больше ничем перед государством не обязаны. То есть, похоже на то, не только что у нас в Латвии, но и вообще в Европе, да и еще, может быть, в мире, создается нам знакомая революционная ситуация, когда верхи уже не могут, а низы не хотят. То есть, когда люди понимают, что они могут сами прекрасно управиться теми средствами, которые они сами создают, а не кормить этих нахлебников. Ну, то, что я их так более сильно называю паразитами, ну, в принципе, тот, который сам ничего не создает, живет за счет труда других, называется паразитом. Ну, вот, именно вот такие кооперативы, которые создаются по всей Европе, которые стараются уйти от госнадзора по всяким методам, а, в принципе, что не надзор, а те налоги, которые они не могут уплатить, то есть, бизнес не может выдержать такие большие налоги, какие накладывают, и пытаются искать какие-то пути бартерных сделок, просто такая, потому что золото нельзя кушать, и бумажные деньги тоже нельзя кушать, а то, что вот люди производят, это можно прекрасно обменять на любые другие товары. Ну, вот, люди путем кооперации, то есть, чтобы не делать сразу революцию, не поджигать, как это в пятом-семнадцатом годах барские уезды, а к этому может прийти, ведь мы знаем, что у нас, по-моему, по второму месте мы по количеству самоубийств в Латвии. После Швеции? Да я, ну, второе. Я это мне дан на десятилетнюю давность, может, уже и на первом. Да вполне возможно, вполне возможно. Ну вот, дайте вы просто направляющими этим самоубийцам, ведь нет хорошей жизни, это они так окончают жизнь самоубийством, дайте им идею покончить жизнь самоубийством не где-то на лужайке, а с поясом этого... Шахида. Шахида. Да, и уже картинка не будет такая веселая, как нам рисует Домбровский в своей последней литературной книге. Так что ситуация неоднозначна, и это не только у нас, как видно, это также и видно, и, как мы считаем, сытой Европе, Австрии, Германии. Ты хочешь, чтобы слушатели на эту тему поговорили? Я просто хочу заметить, потому что ты сказал, это очень важно, но две вещи я скажу. Во-первых, то, что пока мы с тобой тут отдыхали, естественно, ты знаешь, что произошел теракт во Франции. И вот мы вчера говорили о дебатах, кстати, я вспомнил этот Фион, которого все пророчили, вот он своих дочек устроил, так сказать, на работу, на которой они не работали, и таким образом все равно он остался в гонке, но это к слову. А то, что произошел теракт во Франции сейчас, и, кстати, дебаты эти, по-моему, отменили в связи с этим, потому что не до этого стало, это тоже вот еще одно свидетельство. А по поводу анархистов, то я тебе могу сказать, что я очень много читал на эту тему, и это, ну, есть разные такие степени анархизмов. Те, кто смотрел советское или, как ты видишь, кубационное кино, то, конечно, образ анархиста, это вот тот же махно карикатурный, это там еще какие-то смешные люди, которые гуляют в поле. На самом деле все, конечно, не так, и они были противники государства, это правда, но на самом деле они были за власть самоуправления, и махно, в общем, он до сих пор считается среди анархосиндикалистов, как и Бакунин, один из серьезных таких вот учителей, теоретиков, он, кстати, за границей умер в полной нищете, а сейчас собирается до сих пор Конгресс, это довольно такая серьезная вещь, которая хочет обойтись, и ты, наверное, со мной согласишься, что государство в том виде, который оно существует сейчас, и у нас, и везде где-то, оно не способствует тому, чтобы население каким-то образом повышало свое благосостояние, там, что-то делом занимались, а старается, наоборот, отодвинуть всячески подальше. В том-то и дело. Так что народ сильно сомневается в целесообразности. Государство и тех людей, которые его представляют, потому что вчера мы с вами вот говорили, я тоже хочу этот вопрос между делом задать, потому что я тебе хочу поделиться, я вчера получил на свою электронную почту, которую можно найти тоже на нашем сайте, довольно продолжительное письмо по поводу, вот, больше я спросил там, кто является у нас авторитетом, причем я, наверное, сказал нравственным авторитетом, но, наверное, за это слово зацепился тот человек, который мне написал, он написал мне про Юрканса, что типа вот Юрканс, как вы можете читать его нравственным авторитетом, я вообще подозреваю, что это женщина писала, что он там изменил жене и так далее. Хорошо, я не буду говорить нравственными, таких авторитетов вообще нету, потому что Ульманис, ты помнишь, о котором мы говорили, это первый наш нынешний президент, у которого банна праздничный комбинат. Да, да, да. Тогда он был плохим, потом стал хорошим. Нет, нет, он тогда, я не знаю, когда он был плохим, но Элита Вейдемана, надеюсь, она меня не слышит, мне все время говорила, что вот это, вот это пример, вот какая семья, вот какой он замечательный. Потом вдруг, когда он уже перестал быть президентом, казалось, что у него за это время дочка родилась, не от жены, а совершенно от другой женщины. Так что я не это обсуждаю, я обсуждаю тех людей, и предлагаю вам это сделать, которым я лично верю, и чем мнение мне интересно. И если вы говорите, что таких людей нет, а вы не называли ни одной фамилии, то я могу продолжить. И Эдвин тоже, наверное, имеет какие-то свои знакомые, вот это среди знаковых, естественно, людей, не среди моих личных знакомых. Это вот Янис Юрканс, как я сказал, это Янис Петерс, который в свое время вот сделал Московское посольство, да, насколько я знаю, латвийское в Москве, вообще центром притяжения интеллигенции. Там собирались самые удивительные люди творческие и так далее, и это было очень здорово. Это для меня, например, ну, еще раз говорю, это человек, который мнение мне интересно, оно выверенное, оно умное. Это Илга Крейтуса, например, это профессор Странга есть такой, вот это, кстати, может быть Сухаренко, потому что я, хотя он и банкир, но это человек, который, я знаю точно, очень много из личных своих средств помогает людям. Наверное, может, у вас кто-то еще есть, но это, еще раз говорю, эти люди, которые своим жизненным путем, своими взглядами, своими какими-то вещами могут делиться. А то, что у них там в личной жизни произошло, у меня лично, это вообще мало волнует. Правда? Ну, это, конечно, абсолютно никак не влияет, от кого родилась дочка на экономику Латвии. Я опять же вернусь к тому, что закон регулирует действиями человека, вот когда в советское время те же люди, которые сегодня живут и изображают очень порядочных и честных, несли с работы что-то, что плохо лежало, что можно было принести. Ну, это, конечно, если сам Брежнев об этом рассказывал, что я, говорит, работал на заводе, я помню это время. Да, так что, и куда-то нравственность сразу у всех упала. Нет, можно было безнаказанно принести. А сейчас можно безнаказанно свистнуть пару лимонов. Да почему это не сделать? Конечно. С большой нравственностью, но безнаказанно. Согласен. Но я могу сказать, что, конечно, эти люди, которых я перечислил, не все, да, но, наверное, они бы там в Советском Союзе получили как минимум выговор по партийной линии за аморалку. Помнишь, что это называлось? Они и сейчас получают, да, за пару миллионов. А Ренкевич бы сидел по статье. Хотя, я еще раз говорю, забавно было то, что была статья 123-я, по-моему, за мужеловство, но не было статьи за избиянство. Это интересно. Да, вот это мы как-нибудь, наверное, на другую передачу. У нас сегодня пятница, Эдвин, давай не будем. 21-е число, погода вроде как-то разладилась. Но ты, надо разумеется, на всесоюзный капиталистический субботник уже подготовился. Да я к другому готовлюсь. Я готовлюсь. Кстати, хочу к слову сказать, что эта слушательница добрая, которой я имя забыл, и которая объяснила, что вот этот Андрис Лелайс, артист, он, кстати, почему-то стал очень часто и у Соловьева появляться. Ну, приглашатель. Палпред, Палпред, матвийский. И он много и говорит, они тут. Ну, вот она про него вспомнила, напомнила, вернее, мне. Я очень хочу ей вот эти два билета на концерт сегодняшнего Ольги Первых сручить. Если вы после программы позвоните по телефону 29 500 40 800, я вам с удовольствием эти билеты передам. А мы вот действительно сейчас вот говорим о вещах вот таких вот связанных все-таки с самоощущением. Я так, Эдвин, тебя перевожу, самоощущение человека в этом государстве. Потому что, понимаешь, в советском государстве, мне кажется, вот не то, чтобы мы там ощущали себя, что мы вот на что-то влияем, но все равно... Гордость была. Какая-то гордость была, да. И как-то люди вот ощущали это. Ну, они гордились там своим коллективом, да. Вот мы вчера с тобой разговаривали про великую космическую связь державу Латвии, которая запустила ракету. Но вот до кинотеатра «Космос», она, говорят, местная не долетела. Но я вчера смотрел прямую трансляцию, запускали космическую стацию в России. Ну, эффектно, надо сказать. И такие смешанные чувства у меня были. И сожаление, что это уже не наше. И некоторая гордость, что это когда-то было наше общество. В моем доме, кстати, вот недавно, к сожалению, погумер человек, который был родным братом этого космонавта Соловьева. То есть он выходец из ритм, что тоже было нам приятно, правда. Ну, и Советский Союз. Ну, вот мой учитель по политике Йохан Данос, он работал у Куравлева в Москве. Да, и Келдыш, собственно, нашли человек. Да, да. Ну, и, кстати, в царской армии где-то около 80% высших чинов были балтийские немцы. А то такие были балтийские немцы, это не были немцы. Это была интеллигенция, когда в то время говорил на немецком языке, как сегодня говорит на английском. Ну, да, я же говорил, что Девтушенко, он из этих балтийских немцев, Гангенос была фамилия его отца. А Келдыш, слава богу, стоит, правда? Хоть и с двумя звездами, герои социалистического, да, но все-таки еще не додумались его порушить возле университета. Ну, я думаю, тут все в очередности. Думаешь, до него дойдет? Ну, так ведь не дело в том, что врушить, а главное, чтобы разжигать ту этническую неприязнь, как вот в фильме Мимино была такая личная неприязнь, что прямо спать не могу. Это вот именно вот эти мелкие укусы, потому что крупными их никак не называют. То, что бьет по эмоциональной сфере, на экономику, ну, никак не влияет, но бьет по эмоциональной сфере, по языку, по религии, если это было возможно. Ну, а нас очень толерантно под религиозным смысле. Тут сживаются очень много разных, сотни лет сживались, и тут расстравить никак не получается. А вот по этническому можно попытаться. Ну, отчасти иногда получается в отдельно маргинальных взятых группах, потому что вот вчера, может, там шутка, может, кто-то, но, тем не менее, вот день рождения Адольфа Гитлера недаром не прошел. Есть уроды в нашей стране, которые это дело как-то празднуют и пьют за это. Это есть. Есть такие в России тоже, к сожалению. Но вот завтра день рождения Ленина, между прочим. Кстати, он на эту тему Лелайс тоже высказывался, вот там. Но как-то так очень... Потому что Ленин, в общем, прямое отношение имеет к Латве. Правда? Ну, как, в принципе, единственный документ, это то, что подписали под Советским Союзом и Германией, то есть Антанта этого времени, это Брест-Литовский мирный договор, где отделили реально, физически, юридически отделили территорию Латвии от Российской империи. А то, что тот спектакль, который и должен был быть в театре, то есть в русском театре, там уже никаких документов не надо подписывать, не надо было. Было все отделено, все красиво сделано. Но единственная страна, все-таки, где существует музей Ленина, ну, не исключая Россию, пост-Россию, пост-Советский Союз, это Финляндия. И памятник тоже. Ну, ладно. Финляндия, Финляндия, но еще раз говорю, хотите звонить, очень вежливо называйтесь, представляетесь, и говорите о том, кто лично для вас, может быть, даже этого человека мы сможем, у нас не Москва, все-таки мы сможем пригласить сюда в студию, кого вы считаете авторитетом, чье мнение для вас, кроме своего собственного, является вот в определенном смысле интересным, и к чему вы прислушиваетесь. Ну, я еще добавлю, что сможет ли этот человек, этот авторитет, этот моральный, мудрый по-всякому человек, в этой системе что-либо изменить? Не сможет тебе сразу ответить. Так зачем ему идти? Нет, ну, я просто, знаешь, ну, хорошо, дай бог здоровья всем тем, кого я перечислил, ты, наверное, еще кого-то узнаешь, но эти люди хотя бы имеют возможность высказываться, вот они вот периодически появляются, у нас, кто бы что ни говорил, все-таки страна достаточно демократичная в этом смысле, то есть можно, так сказать, и на телевидении, вот Юркенс недавно был, я говорил об этом, вот Илго Крейтуса там тоже бывает, вот, но... То есть сотрясать воздух мы имеем? Можно, да, и в статьях, и какие-то интервью давать, все, то есть они присутствуют, я надеюсь, вы это тоже как-то читаете, но есть ли вот такие люди, а насчет того, что могут ли они реально, конечно, не могут, поэтому бы их отодвинули в свое время, потому что ты же согласишься, что у нас диктатура серости, и что те люди, которые, кроме того, что они, так сказать, считают, ну, свои чужие деньги, при капитализме, это святое, это прибыль. это они научились, потому что это, Маркс об этом, конечно же, писал, и это все актуально по сей день, в этом смысле. Вот, и еще вопрос, вот, может быть, вчера мы коснулись вот этого национального лидера, да, то, ну, может, этот человек мог бы быть национальным лидером, хотя, еще раз говорю, что эти примеры, которые я приводил, а вы там пытались это каким-то образом упровергнуть, там, Дэн Сяопин, это Айта Алла, это все фигня, никто их никогда не выбирал. И сейчас, вот, еще раз помню про Турцию, я вчера говорил об этом, не хотят, не хотят, вот, городское население, чтобы Эрдоган, вот, полностью зацепил всю власть и получил бесконтрольный метр. и у нас, я не уверен, что если вот объявить такой референдум, вдруг, как-то вот все будут за... Я думаю, я думаю, что большинство, все-таки, да, на большинство власть, хотя Улманица никто никогда президентом не выбирал. Не выбирал, кстати, да, и Улманица, я говорю, очень-очень-очень своеобразно к нему, естественно, есть отношения, потому что все-таки, когда человек сам лично посадил в тюрьму, как и Гитлер, кстати, Гитлера тоже посадил, а вот Гитлера выбирали, кстати. Да, он и демократическим, абсолютно. он демократическим путем вышел большинства, да, но он тоже посадил и коммунистов, этот самый поджог Рейхстага, нелепость, которая до сих пор, вот такая вещь. Ну, и не забывайте, короче, вы много тем вам сказали бы, и по поводу авторитетов, и по поводу, так сказать, дня рождения Ленина, которого сейчас, по-моему, в кои веки вроде как принято наконец-то все-таки предать земле. Ну, эту тему поднимают уже в который раз. Ну, сейчас вроде дома вот серьезно сделать, потому что, я не знаю, как ты, но мне это действительно представляется каким-то язычеством и ненормальностью. Ну, разумеется, если принято тысячелетиями все-таки как-то предать огню земле или как-либо, но это, по-моему, не является нормальным, хотя с нами, наверное, поспорят египетские мумии, если могли бы. Ну, я не знаю, ну, и мумии тоже, ну, как бы, не знаю. Нет, я еще раз говорю, это что-то не фармливое. Тем более, понимаешь, вот Ленин, вот мы про него говорим, ведь, понимаешь, это же опять, это тот же человек, вот меня больше всего развлекают эти коммунисты, которые с одной стороны крестятся, а с другой тащат портреты Сталина и Ленина, ведь Ленин сделал все, чтобы тут церковь каким-то уничтожить вообще, он говорил, стрелять священников без разбора, есть факты. не только Ленин, вот, я не помню точно год, но это точно было уже при такой называемой свободной Латвии, была церковушка напротив центрального вокзала, там потом была клумба очень долго, это вот Кока-Кока-Кола-Плаза, или как она сейчас называется форум, там ее взорвали буквально динамитом, потому что, хотя Померс в то время говорил, даже взорвали у Красной оккупанты, или еще... Нет, не Красной, а наши латвийские, независимые, абсолютно, это можно где-нибудь покопаться, легко найти, это базные цены напротив вокзала, там это все можно найти, и Померс упрашивал, что можно же убрать там российские, там какие-то, либо ее облатышить, как тогда все облатышивали, начиная с с фамилией, но нет, решили, что она там не должна быть, ее, но не могли это просто так снести, и ее взорвали. То есть большевики поступали более гуманно, они эту церковь, вот эту, которую рядом с нами, преобразовали в планетарий, да, и она сохранилась, что, кстати, до сих пор, я не говорю, что я вот за это, но то, что вот нету планетария в Риге-то плов, потому что я любил астрону. Да, да, я тоже туда частенько ходил, мне это нравилось, но мне, по-моему, тогда была больше борьба с православием, чем, скажем, с религией как таковой, потому что других, в принципе, это не коснулось. Не коснулось, и даже была, в общем, я на улице тут Руднирук, где-то, Бусырианом, забыл, как она называется, там была эта церковь адвентистов 7-го дня, она была в советские времена, и, кстати, туда можно было спокойно зайти, посидеть, там никто не спрашивал. Ну, я помню, что в Агликанской церковной дискотеке была неплохая. Мы там согревались во времена первой влюбленности, вот мы туда заходили, там посидишь, потом опять шляться. Нет, в Латвии вообще в многих отношениях, в оккупационной, конечно, в Латвии, я имею в виду, многие вещи были гораздо более свободны, да, и потому что это касается театра, например, потому что некоторые пьесы я смотрел, например, и здесь, и в Москве, у нас было намного все проще. у нас, кстати, достаточно сказать, что все режиссеры это, собственно, были евреи, в Москве это трудно было представить, например. Ну, не знаю, но сейчас-то все с водой ребенка выписано, правда. А то, что касается Ленина, то, я не знаю, высказывайтесь, пожалуйста. Я считаю, что вот этот старый русский советский анекдот, что 12 человек на сундук мертвеца, то есть ответ Политбюро на Мавзолее, понимаешь, ну, это некрасиво, мне кажется, как-то вообще некрасиво. Да, самое интересное, что он же и сам-то этого не хотел, и его мать не хотел. Ну, в принципе, это решать как минимум живым. Я вот не знаю, ты в курсе, вот, скажем, в Болгарии, там же тоже был этот Мавзолей Георгий Дмитриев. По-моему, все захоронены, кроме Вьетнама, по-моему. И Китая. Да, да, Китай, Мавзолей, пожалуйста, лежит. Понимаете? там, где нужны эти, это ведь символ, это как бы ни было, живой или мертвый, это символ, который необходим обычно власти, если его держат, не захоранивают, или как-то на каком-то подносе предоставляют, то это необходимо для каких-то причин кому-то, ведь, ну, ничего просто так не делается. К счастью, мне кажется, что тех кому-то, как ты говоришь, их как-то все меньше и меньше, но хотя, с другой стороны, вот Россия парадоксальная страна, там, с одной стороны, наверное, все-таки они говорили, хотя вот эти цифры, которые приводят, я всегда к ним ношусь некоторой доли скептицизма, как к рейтингам, так называемым. Ну, к рейтингам там все вообще понятно. а вот это вот то, что вот вроде как большинство за то, что все-таки лень нас хоронить, с другой стороны, авторитет там Сталина неимоверно растет, и я вам вчера хотел продолжение сказать, вы, наверное, может быть, забыли, что культовый фильм «Место встречи» изменить нельзя, это, собственно говоря, в сталинские времена происходило, послевоенные, и таких бан было не одна. Ну, послевоенные времена это логично. Ну, там долго они были, где-то уже, а как прочего лесные братья, я тебе хочу сказать, что мы... вот Украина сейчас там тоже, военно-послевоенный бантизм был. И мои родители мне рассказывали, что когда вот мы 50-е, они там 52-м, где-то, вот они, нет, 56-го, они уже, они уезжали сюда, из Литвы, то там еще даже тогда еще были лесные братья. Ну, а вот говорят, что Сталин всех выслал. Нет было, кому в лес идти еще и долго сидеть. Нет, Сталин не в состоянии был все это дело сделать, так же, как и бороться с коррупцией, и Горбачев это не мог сделать, ну, и Путина, я имел в виду, Горбачев-то, собственно говоря, наоборот, дал волю людям, в этом смысле, обогащил, и Ельцин тоже. А вот, трудно это. Да и в Китае тоже. Вот для меня существует вот два графика, которые меня убеждают. Это, первое, это демография, а второе, это цены. Они, они сохраняются, поднимаются или падают. Вот это два конкретных графика, которые меня убеждают. А там разные там свободы, там кого-либо, там и так далее. Когда у меня есть свобода передвижения по всему миру, только нету средств на это, ну, так кому нужна такая свобода? Отлично. Нам тоже не очень она нужна.